Привет, ребята! Но сегодня история опять, как вы любите. Богатые тоже плачут. Владелец вот этого автомобиля, мой подписчик, написал мне о том, что приехал на ремонт мотора стоимостью в 200 тысяч рублей, после того, как долил в мотор немного маслица. Как же ты, миленький, спрашиваю я, умудрился купить такое, хэй, где ты его взял? В интернет-магазине, говорит он, сэкономил 200 рублей на литре. Ох, вообще у меня такое ощущение, что владельцев вот этих машин достаточно часто дурят, уж слишком они какие-то интеллигентные и прекрасные люди. Ну и на этой печальной истории мы решили рассказать вам, как купить нормальное масло, как не попасть на контрафактные масла, какими печальными могут быть последствия, вы уже видите. Ну а в благодарность парню, который дал мне на съемку эту машину, мы поменяем маслица, фильтрики, обслуживаем кондиционер. Ну, в общем, сделаем все то, что обычно мы стараемся делать нашим подписчикам, которые так, с такой добротой и любезностью предоставляют мне на съемку свои машины. Ну, смотрите, главный враг нашего с вами, не только моторов, а вообще всего, это желание сэкономить. В данном случае вот абсолютно типичная история. Подробно, как, что, от чего отличить, сейчас не я вам расскажу. Я лишь могу сказать, что вот сколько раз ко мне обращались люди, которые находят что-то значительно дешевле, чем рыночная цена, а 200 рублей за литр масла в интернет-магазине, это... Ну, вы знаете, ну вот вы же не будете в себя совать лекарства, которые вы купили где-то в подзаборье. Вот приблизительно так же, в моем понимании, купить в интернет-магазине масло и налить его в сердце своего автомобиля. То есть, когда дешево, когда непонятно, где в ноунеймовском магазине, тогда, на мой взгляд, это просто безумие. Аркаш, ты что стоишь-то? Мы обещали подписчику все поменять там и так далее, все сделать. Давай, делай. А ты, Андрей, что стал? В общем, вот Андрей. Андрей будет рассказывать. Андрей специалист, главный по маслам. Да, Андрей? Да, 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 это я. Вот он сейчас будет рассказывать вам, а я буду поддакивать, либо пытаться опровергать его истории, что вряд ли, о том, как купить нормальное масло. Приехал человек из ПИИ-компании, очень известный, вы все знаете это масло, все, абсолютно, я уверена. Идет, 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 видит канистру, смотрит на канистру, говорит, вы что, леваком торгуете? Так было? Ну, почти так, да. Ну, а этот левак куплен у него в центральном офисе, на центральном складе. То есть, потом он начинает разбираться и приходит к тому, что это его реальная канистра. Понимаете, он 10 лет торгует маслами, он каждый день видит эти канистры, это его работа, это его жизнь. И он не может отличить левак от нелевака. Что же о нас говорит? Кстати говоря, определенный процент масла по-прежнему жив в бизнес, когда люди ездят, собирают канистры по сервису оригинальные и в них заливают контрафакт. Прикольно. В общем, только покрышки можно понять, но надо быть очень глазастым человеком, чтобы понять, что там что-то полетит, какая-то заливка. На Вольво есть такие тонкости, точнее, не тонкости, а такие моменты, что, ну, как бы многие считают, что делается эта машина дольше за счет того, что у нее там много всяких болтиков, шурупчиков. Самая, ну, на мой взгляд, очевидная такая проблема, это то, что у нее масляные щупы. Ну, в целом, если брать автомобиль марки Вольво, масляные щупы, там, что моторный, что коробочный, находятся, грубо говоря, там в жопе очень глубоко и не всегда удобно к ним подлезть. Вот, например, Вольво XC90, у нее, ну, в старом кузове, у нее масляный щуп коробочный находится около вентилятора охлаждения, а так как масло в коробке проверяется на заведенную, и, соответственно, мотор должен быть, ну, коробка должна быть разогретая с маслом, то вентилятор постоянно работает и лупит так, ну, неприятно по локтю. Мы привезли нам целый ряд разных масел. Ты можешь сказать, например, что масло, которое редкое, его подделывают реже или, например, вообще не подделывают? На самом деле на каждое масло есть спрос в своем регионе, там, и подделывают все масла. Вопрос, какие-то подделать проще, какие-то сложнее. И разные производители масел стараются в большей или меньшей степени защитить свои канистры. Вот, например, Кастрол в последнее время значительно усложнил подделку своих канистр в виде того, что вот такую вот сделал здесь надпись, которая разрывается при открытии крышечки, потому что очень часто масла подделывают и просто собирают по сервисам оригинальную тару и меняют только крышку. Ну, вот Кастрол этому уделил внимание. То есть, получается, просто по сервисам собирают баночки? Да, это распространено, это один из самых старых видов подделки масел, и такое уже лет 20 происходит точно, как минимум, в московском регионе, да, я думаю, во всех многих других. А почему сервисы как-то не избавляются от канистры? Или у них скупают, что ли? Конечно, скупают. В этом заинтересованы бывают. Сами механики продают, собирают. Это целый бизнес. Он давнешний. И с подделкой такого уровня бороться вообще невозможно, потому что меняется только крышка. Люди, которые занимаются, они пытаются сохранить этикетку идеальную, и как ты отличишь это масло? Никак. Но это, опять-таки, если говорить про Кастрол, у него еще хорошая степень защиты. А там Shell, Mobile, если говорить, что по этикетке, что по качеству крышки, не сказать, чтобы большая степень защиты на них присутствовала. Что, например, нанесение даты производства. Вот можно взять, да, и пальцем стереть то, что на этой канистре набито, что на Shell, что на мойду. И это оригинальное масло, да, и метка. При этом, например, Кастрол взял и сделал метку лазерную, нанес. Вот, она выглядит совершенно по-другому. Она выжжена на канистре. Поэтому, что касается оригинальных масел, японских, например, тут тоже мы не японцы, и определить, насколько сделано. Да, просто по аккуратности жести можно понять, как хорошо сделана банка, да, как ровно нанесены какие-то... Ну, так эти банки же тоже могут скупать, наверное, да? Или нет? Железные. То есть, смотри, железные банки, это есть плюс покупки масла в железной банке? Или точно так же подделывают? Я не слышал, чтобы по сервисам скупали железо. Вот, если говорить про эту часть подделки, по сервисам скупают в основном вот три бренда. Mobile, Shell, Astrol. Ну, то есть, бытует мнение, что железные банки все-таки меньше подделывают. В этом есть какая-то доля разумного смысла, да? Нет. Их меньше подделывают образом, вот как я говорил, путем собирания сервисов. Так, я об этом не слышал. Но просто сделать с нуля новую банку поддельную, это за здрасте, пожалуйста. Пойду сейчас проконтролирую ребята Аркашу, что он там делает с машинами его подписчика, а то он сейчас там делов наделает. Он с камерой разговаривает, там оператора нету. Пойдем посмотрим, там Аркашин, наверное, уже полмашины разобрал и по карманам разложил. Провели диагностику, посмотрели состояние углов агрегатов, жидкостей. Ну, 97 тысяч пробега машины, видно, что автомобиль ухоженный, но есть моменты, которые рекомендуется поменять их по-хорошему. Это масло в коробке. Ты ему это сможешь как-то написать там или что-то пора? Ну, конечно, да. Я напишу ему в рекомендациях все это. И антифризик тоже по-хорошему. Масло в коробке пора уже, да? Ну, да. Это как бы 97 тысяч пробег, это нормальный пробег. И я посмотрел его там. А ты как понял, ты смотрел качество масла в коробке? А, черное вообще, прям труба-труба. Ну, что, сейчас с чего начнем, с чего будем делать? Ну, мы, собственно, будем ТО-шить. Если мы ее ТО-шим, я тогда ставлю масло на слив, пока масло медит. Все, ставь масло на слив, пока там Андрей стоит сам с собой разговаривает. Он уже побурчал на камеру и пошел уже, ему надоело. Ну, мы его оставили так забавно, он с камерой разговаривал сам с собой. Андрей, тебе надоело сам с собой разговаривать? Ты за книжечкой пошел? Он пошел и еще что-то взял. Он реально продолжает. Подходить будете, спрашивай. Да, буду подходить, ну, проверять, не сперли ты чего-нибудь. А что тут воровать? Да кто тебя знает? Есть целый ряд людей, точнее, которые проводили, и в интернете есть эти ролики. Некоторые различные опыты с маслами, контрафактные, не контрактные, замораживали, лили и так далее. Там какие-то псевдолабораторные исследования. Это все имеет право на существование. И насколько можно вообще, будучи реально профессионалом в маслах, отличить по внешнему виду, по запаху. Вот можно открыть и понять, что там у тебя хэ. Ну, на самом деле, не специалисту сложно. Потому что кто-то тоже дает советы, говорит, что вот оригинальное масло, у него нет резкого запаха. Но понятие резкий запах, оно для каждого свое. Масло не духи. И запах приятный у него никогда не бывает. Вопрос, что он бывает в той или иной степени, может пахнуть чем-то острым, кислым или бензином. Ну, там как-то отдавать, да, вот эти, может насторожить. Но на самом деле запах оригинального масла, ну, в смысле, настоящего неподдельного масла, он слабый или практически отсутствует. Смотри, а вот этот человек, он рассказывал, что он потом уже понял, что что-то не так, потому что масло было черного цвета. Что это такое было? Ну, очень часто при подделке масел используется просто отработавшее масло, которое осветляется и некоторым образом визуально делается близким к похожему. Ну, вот хотя бы вот это можно как-то увидеть? Это можно увидеть только когда уже заливаешь масло. Ну, то есть можно его чуть-чуть полить? Очень часто, да, в совсем дешевых поддельных маслах бывают какие-то комочки неоднородные, как комочки в киселе, да, так же и в масле что-то там плюмкает и высыпается невнятное. Вот это категорически не должно быть этого. Да, но это на этапе покупки не определишь никогда. Ну, ладно уж на этапе покупки, уже на этапе заливки, потому что хрен с ним выкинуть там сколько-то тысяч рублей на масло. Больновато 200 тысяч на мотор выкинуть. Да, на самом деле их неплохо бы сейчас по нашей жизни, когда подделки очень много, потому что не надо забывать, что рубль провалился в два раза, да, а мы все хотим покупать масло по тем же ценам. И свято верить в то, что все хотят нам счастья и любви и заливать себе такое масло, поэтому визуально контролировать его неплохо бы, потому что кроме как сам себя, никому это, ну, самому себе никому это не нужно. Аркашенька, пока у нас Андрей разводит свой жутко нудный, но жутко полезный разговор, расскажи-ка все про масло, ну, относительно вот этого конкретного автомобиля, он дизельный, да, насколько я понимаю? Да, он не только дизельный, он еще и турбовый. Турбодизельный. Да. Ну, правильно. Так. Вот, а раз, раз, сосиска, пирожок. Пирожок. Турбодизельный мотор, они считаются самыми высоконагруженными, поэтому к ним предъявляется особый, как бы, класс масла, поэтому к ним, ну, надо следить за качеством масла. Как и не зальешь, в общем, да? Ну, как и вообще, как бы, ну, нежелательно в любую машину лить, которую ты любишь. Ну, это не съест, ну, как она у него и не съела, черти что, он залил, и она у него это не съела. Ну, да. Ему потом ремонтировали цилиндропоршневую, цилиндропоршневую группу. Проще говоря, он намотался на бабки, да, чувачок? Да, да, ну, я же тебе говорил, две сотни, приехал на две сотни. Какие выводы мы можем сделать? Во-первых, у Вольво раз в 20, да, регланы? Ну, в 20, да, 20 тысяч, это, ну, даже для бензинового мотора, как бы, ну, круто. Семь тысяч, это самый оптимал, плюс пробег у него уже к сотне подходит, а после сотни, как правило, начинают вылезать все болячки. Поэтому, ну, лучше, ну, смотреть за этим. Ты что будешь лить? Я буду лить Кастрол со специальным допуском, который идет именно для этого мотора, который рекомендует сам Кастрол. 0,2,30, короче, да? Кастрол Эйдж, да. Хорошо, значит, сейчас мы зальем, дальше ты фильтражи поменяешь, да? Да, я фильтра поменяю. Самый сложный потом я позову вас и покажу, расскажу. Ну, окей, давай, это не мешаем. Пошли слушать опять, как Андрей там много полезного рассказывает. Расскажи теперь про сервисы. Вот мы приезжаем в сервис. Какой шанс того, что нам льют, и как вообще понять, что нам льют не ерунду? Ну, смотря в какой сервис мы приезжаем, и откуда происходит у сервиса поставки масла. Любой сервис, у которого нет в наличии склада запчастей, а таких сервисов, по моему мнению, процентов, наверное, 60. То есть, остальное это дилеры или какие-то компании, у которых есть какие-то централизованные поставки. Ну, логика такая, что при посещении сервиса, у которого нет своего склада запчастей, очень большой шанс нарваться на контрафактные жидкости. А мы уже говорили много раз, что жидкости наиболее подделываемые запчасти. Просто потому, что приходится покупать, где попало. А где попало, это в интернет-магазинах, потому что хочется побольше сэкономить. Совет. Что? Официальные дилеры или большие сервисные станции? Куда? Куда ехать? Оптимальный совет, ну, покупать в проверенных местах, если мы покупаем масло сами, не в интернет-магазинах. А если говорить, в какой сервис обращаться, или в крупный проверенный, но в любом случае, самый лучший сервис, это сервис, который имеет свой большой склад масел, запчастей и так далее. Я сам раньше такой был, и когда маслами не морочился, мне было это. Ага, вот написано «фули синтетик» и «минимальная цена». Это значит, я себе точно залью полностью синтетическое. Вот у меня такая логика была всегда, вот как по обывателю, пока я не нырнул в тему масел. Думаю, что если вот ты берешь хороший ценник, написано полностью синтетическое, то убери хоть это, ну, неизвестного производителя еще возьми. Люди стараются, чтобы сделать что-то хорошо. Нифига, там все гораздо сложнее. Цена определяет, ну, один из определяющих критериев. Пусть это масло будет фиг с ним, этот гидрокрекинг, как бы, да, и на нем будет написано «полусинтетика», но хотя бы крупные производители, они больше мониторят, они тоже хотят обмануть, но они все равно серьезнее оценивают, как это масло работает в реальных условиях. Ну, то есть, брать, смотри, получается из твоих слов, что более-менее безопасно брать масло крупных производителей, понятно, в каких-то больших торговых точках, либо в брендовых местах, типа брендовых заправок, и самое выгодное, получается, брать новую модель масла, которая только вышла на рынок, что ли, пока ее не успели заговнять? Ну, интересные позиции брать. Вот я, например, замониторю цену в Ашане. Вот если брать Мобилл. Вот есть вот эта ЕСПХ, а есть линейка масел, а у Мобилла Мобилл-1 считается, что это вот экселент, премиум его сегмент. Вот именно ЕСП стоит дешево, но аналогичные масла немного других цифр, которые тоже подходят, ну, для каких-то чуть-чуть других допусков, для других автомобилей, они сильно дороже. Так и в Ашане, вот, что про масла, что про все. У них есть одна позиция заманушная, да, там, и на остальных Ашан зарабатывает много денег. Так же и здесь. Те масла, которые продаются самые ходовые, они на них опускают цены, да, они такие ходовые, они на них, ну, цену увеличивают. Хотя, по сути, то есть у нас в закупе, мы, я когда смотрю, у них закупочная цена одна и та же. И я понимаю, что на самом деле производитель больше вот уверен в определенном масле, да, и вот он его продает. А это, ну, для ассортимента нельзя, чтобы, ну, одно масло было в ассортименте. Хотя они все равно стремятся выпустить одно хорошее масло, ну, как бы уже такое, с большой степенью проверки, а это нет. Они по составу похожи где-то между собой, но они еще не оттестированы годами, не проездили в разных двигателях, чтобы им быть полностью уверены. Вот они их запускают поосторожнее. Подводим небольшой промежуточный итог. Для того, чтобы купить действительно хорошее масло, не подделку, потому что Андрей долго сейчас нам рассказывал за кадром о том, что, может, даже мы писали это, может, даже чуть-чуть дадим. Вообще, такие революционные вещи о том, что со временем производители ухудшают качество масла, и то, что раньше шло синтетикой, сейчас в той же банке идет от самих производителей, качеством намного хуже и т.д. и т.п. Так вот, этого мы никак не избежим. Это то, что делают производители. Мы же не можем сливочное масло производить сами, если у нас нет коровки. Поэтому нам придется и масло в свой автомобиль покупать у больших производителей. Так вот, чтобы это было масло хотя бы того качества, которое нам предлагают большие производители, а не какие-то в нашем случае подмосковные мини-заводики, нужно покупать в огромных торговых центрах. Как вы понимаете, например, Метро, например, Ашан, например, еще какие-то здоровые ритейлеры, они не будут заказывать к себе масло из интернет-магазинов. Они имеют напрямую контракты поставок. Второе. Это вы можете купить на заправке того бренда, который вы покупаете. То есть, если вы хотите масло Лукоил на заправке Лукоил, масло Би-Пи на заправке Би-Пи. Практически гарантированный Левак. Это набираете в поисковике масло, покупаете в интернет-магазине самое дешевое предложение. Это гарантированный почти на 99% Левак. Ну и последнее. Вы едете в большие рекомендованные дилерские центры либо просто сервисные станции. Для того, чтобы вы были уверены, что там разливают хорошее масло. Кстати, вот они бывают в бочках, как вы из бочек разливаете. А бывают из этих. Это есть какая-то разница или нет? Если говорить о маслах и одинаковых цифр, то они абсолютно одинаковые. Только в бочках более экономичная пособка. Слушай, а бочки подделывают? Вот вопрос. Все подделывают, бочки тоже. То есть, бывает, может быть такое, что ты видишь, что тебя льют из бочки, а тебе льют Левак? Ну, конечно, а что, бочку открыл? Никто же не смотрит с момента, как бочка открылась. Можно в бочку залезть все, что угодно. В том числе, да, да, да. В общем, промежуточные некие выводы у нас есть. Не экономим, потому что потом дорого, дорого, дорого. Вот на задний план посмотрите. Сейчас посмотрим опять очередной раз. Тетя Маркаша моему подписчику с машиной морочит. Топливный фильтр. Почему я тебя позвал, да, чтобы показать. Ну, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то морочится, кто-то не морочится этим вопросом. Да. Ну, здесь фильтр-вставка. Ну, вставка, то есть картридж. А, картридж. Такое слово я слышала. Такое, в принципе, как вот масляный. Вот, сама трудность, сложность замены стоит в том, что здесь всякой лабуды полно. Вот, и сам корпус не вылезает оттуда. Ну, он вылезает, но под определенным углом его там надо туда-сюда катать, там в тетрис играть, вот, чтобы его вытащить. Вот, как бы основная проблема. Сейчас мы его будем вытаскивать. И ты его сейчас будешь катать. Ну, естественно. Смотри, не отломай. Вот, вообще, прям не надо такие вещи говорить. Сейчас может там, ну, брызнуть чуть-чуть. Ой, слушай, хорошо, что ты сказал. Ты, я имела в виду не вот это слово, которое ты сказал. Так нормально или это ты опять рукожопишь? Почему рукожопишь-то? Почему у тебя в каждом выпуске я рукожоплю? В принципе, замечен не был, если честно. Вот, я тоже думаю. А ты мне вот каждый раз говоришь о том, что я рукожоплю. Вот фильтр. Все, я вытащил. Я сегодня молодец. Ничего, я отломал нормально, ты молодец? Ну, сегодня да. Что ты здесь делаешь, Дагаш? Что я здесь могу в машине делать? Думаю, прекрасными девушками. Фильтр ставит. Работаем. Что я здесь делаю? Внимание! Мы сейчас будем заводить автомобиль. Сейчас мы посмотрим, все ли у нас там нормально в затянке, ничего ли у нас не течет. Потому что очень... Она сама, что ли, заглохла? Да, она сама заглохла. Да вы что? Я ломал машину подписчиков, да? Походу, походу, да. А потом еще спрашивает, почему я в каждом видео говорю, что Аркаша рукожоп? Покажу. Это нормально? Ну, фильтр-то пустой. Это не вредно сейчас для машины? Что? Не вредно вы то, что делаете? Что я делаю, газую? Да, прогазовываешь. А вы когда ездите, вы не газуете? Газую. Ну, это же не вредно для машины? Она не так реагирует как-то. Тут сейчас она как-то нервно на твою ногу реагирует. Нет, фильтр пустой был. Вот сейчас накачали мы его, газку поддали. Я не рукожоп. Точно? Вообще. Я же тебе говорю, я лучший. Шутка отставить. Все, с машины закончили. Ну, в смысле, с маслами сфильтровались. А кондиционер? Кондиционер. Сейчас мы пойдем заправим. Да. Слушай, ну я проверила, он же работает. Ты просто... Работать он работает. Здесь никто не платит, поэтому можно не разводить. Нет, работать он работает, но кондиционер у него есть, в нем содержится газ фреон. Фреон, да, очень летучий. Да, летучий газ, который в течение года где-то, при пользовании его, порядка 30-40 граммов, он просто испаряется через резиновое уплотнение, ну, там, по-хорошему его раз в 2-3 года обслуживать. Потому что если в год он теряет где-то 30-40 грамм, да, то в совокупности там 2-3 года это больше 100 грамм, там, в районе 100 и больше. Вот, 100 грамм это, как бы, существенно отражается на работе кондиционера. Именно на силе того, как он морозит? Да, ну, да, естественно. Плюс еще в нем также есть масло, которое тоже надо периодически менять, как и в любых узлах и агрегатах. Ну, ты же сейчас масло менять не будешь в кондиционере? У нас прибор, он сам все делает. Не поняла, прибор самый маслый? Он и масло меняет, и фреон закачивает, и проверяет на герметичность, у нас плач. Ну, ладно, доставай свой прибор. Мороженое, пахлава, горячая кукуруза, холодное пиво, рыба. Берем, подходи, не налетай. У нас сегодня не съемка, а просто праздник какой-то. На большинстве автомобилей в передней части кузова расположены таблички с информацией, которая гласит, хладагент R134A, это то есть маркировка фреона, уровень загрузки, то есть сколько в граммах, ну, масло и так далее, требования. Вот. Здесь 800 грамм, вся система. Все извлекаем в фреон, все, что там есть, вместе с маслом совсем. В общей сложности мы добавили где-то порядка 80 граммов фреона, освежили масло, которое в системе кондиционирования, вот. Довели до заводских настроек, соответственно, сам фреон. Автомобиль работает в штатном режиме. Сейчас мы подключаем диагностическое оборудование, проверим наличие ошибок и сбросим межсервисный интервал. Аркаша, миленький, заканчивай уже свою тягомотину. Что ты там еще делаешь, а домой хочется. Все, мы сейчас читаем на наличие ошибок машины. Значит, ошибок нет, он межсервисный интервал сброшен, и уровень масла здесь проверяется только щупом. Вот этот маленький, который я показывал в самом начале. Вот, то есть через компьютер мы здесь не посмотрим. Значит, что касаемо цен, мы провели работы по замене воздушного фильтра, топливного фильтра, салонного фильтра, масло-масляного фильтра, обслужили систему кондиционирования, сбросили межсервисный интервал. Что для Вольво очень... нет. Слушайте, у нас сегодня шабито на выезде, что ли, я не пойму. Шабито? Обычно все не так. Обычно все хуже, да? Обычно под конец я уже с бешеными глазами бегаю тут и ору. Давайте хоть что-то сделаем, и я поеду домой. У Вольво все дорого. А еще, честно вам скажу, очень устали, очень хочется домой. Аркаша только что неудачно пошутил, после чего Андреева, начальник, чуть в яму не сиганул, что он с утра накатывает, а потом рабочий день идет отлично. Так вот я с утра не накатываю, поэтому я устала и хочу домой. Спасибо вам большое, что смотрели. Мы постарались дать вам полезную информацию. Пока.